Данный обзор будет сопровождаться видео рядом из первого квейка. Меня задолбали постоянные клеймы от правообладателей. Кому надо, откройте трейлер в другой вкладке. Посмотрел я, значит, давеча о Лидго. Если кто помнит, я выкатывал батон на дизайн и говорил, что фильм будет лажей. Лол, а за за дизайн фуфло, но фильм внезапно самое позитивное кинособытие на моей памяти за долгие годы. Тихо угораю с почтеннейших рецензентов, некоторые из которых катят бочку на фильм за плохой сюжет. Сударь, при всей моей любви Ганн, манга-первоисточник по глубине примерно совпадает с лужей в арке возле моего дома. Ножки промокнут, но утонуть не выйдет. Как и оригинальный призрак в доспехах, Ганн была сборником офигенских идей, обернутым в обалденски стильную оболочку. В отличие от товарища Осии, который выудил из призрака философское ядро и перекроил историю Сиро Масамуна до неузнаваемости, фильм почти дословная экранизация первоисточника, а именно первых двух томов с вкраплениями третьего. Да, в оригинале было чуть больше персонажей, чуть больше событий, но там не было ничего, буквально ничего, что сделало бы историю глубже. Потому что это никогда не была история про что-то офигенски глубокое. Родригес с Кемероном взяли мангу, взяли ава-экранизацию, объединили в единый продукт и выпустили терроризировать округу. К сожалению, в погоне за красавостями мрачнявый дух первоисточника слили. Мир стал очень красочный, больше похожий на харьковский рынок Барабашова, чем техно-нуарные пыльно-мокрые трущобы с наркобомжами, жрущими друг друга. Кстати, возможно, именно это дико мной уважаемые критики принимали за глубину. Вместо этого все чистенькое и блестящее, и грязи кровищи фильму не хватает. Зато образы Алиты и Ида удались очень даже неплохо. Особенно важно, что Алита избежала большинства дурацких феминистских трендов современности. И хотя и проводит большую часть фильма с включенным ИДДКД, а концовка еще и с ИДКФА, остается персонажем позитивным и симпатетическим. Те глупости, которые она про выкидывает, прекрасно списываются на ее феерический наивняк. И на него же ложится ее мировосприятие в черно-белых тонах, которые в нынешнем постмодернистском болоте смотрятся как глоток свежего воздуха. Ида в роли оверзаботливого бати почти не изменился, разве что относительно первоисточника постарел. Зато его жабообразного ассистента со спиленной черепушкой зачем-то заменили на лишенную характера загорелую тетку. Из ОВИ позаимствовали пассию Ида Ширан, которая весь фильм ходит с каменной рожей, но ей это к лицу. А вот за зноба самой элиты Хьюго сыгран слабо и миска снут. В принципе, к нему в итоге привыкаешь, но пачана надо было заменить на кого-то более адекватного и выпуклохарактеристого. Остальные персонажи особой роли не играют. Главгады Вектор и Дэстинова светятся мало и в основном делают суровые рожи. Непосредственный антагонист, своеобразная замена макаку из оригинальной манги, несколько обделен должным темпераментом и поведением похожего на усталого от жизни Амбала, а не психопата-маньяка. Это минус, но он становится действительно выпуклым только в послевкусии. Видно, что проект был сделан не для зашибания бабла на известной франшизе, как тот же кинопризрак в доспехах, который был годный, но не запоминающийся боевик. Хотя Аромаки в роли Китана, ну или наоборот, был чудо как хорош, а и впрямь являлся проектом от души и для души. Имха это очень нишевый по сути своей, но душевный, шикарно снятый боевик, который стоит посмотреть просто, чтобы хорошо провести время и вспомнить былые времена. Подростковой аудитории, полагаю, и вовсе должно зайти с песнями. По скриптум. Моторболл не нужен был в оригинале и здесь, ну его нафиг.